Здравствуйте, вы наверное уже заметили, у меня такие же мрачные тона в оформлении презентации, поэтому у нас действительно из-за Амкада свой взгляд на мир. Меня зовут Николай, я руковожу успешной региональной студией WebGK и у нас на технической поддержке мы вкладываем в этот смысл и доработку, и развитие, и кастомизацию, и прочее, прочее, прочее. Уже 75 интернет-магазинов и сегодня я хочу дать вам четкий план, как, что делать, чтобы зарабатывать на технической поддержке сайта. Итак, вчера было очень много информации для размышлений, поэтому я решил ночью переписать весь текст своего доклада, поэтому будет кое-где сумбур и кое-где перескакивание с темы на тему. Так вот, что хочу еще сказать, что в октябре месяце я наткнулся на статью, Павла Трубецкова на CMS Magazine, очень рекомендую вам ее прочитать, потому что во многом темы, мысли схожи. А что это значит? А значит, это то, что эта история успеха тиражируемая. То есть вы ее точно так же сможете сделать, но мне кажется, даже еще лучше. Так вот, так как у нас на федеральных каналах запретили говорить слово «кризис», давайте будем использовать эпоху перемен. Значит, я вам сейчас буду рассказывать, как нам, региональным студиям, жить в эпоху перемен. Вы региональная студия, 7 человек штата, стоимость часа где-то рублей 600. Если вы вообще не ведете учет по часам, то уходите с конференции, идите в интернет и читайте, почему это экономика, это основа основ в любой студии. Соответственно, средний чек у вас меньше 200 тысяч рублей за интернет-магазин. И малому бизнесу тяжело это продавать, потому что они за каждую копейку готовы удавиться. А вы работаете с малым бизнесом. Соответственно, что делать? Малый бизнес будет в эпоху перемен экономить. Он не будет тратиться на разработку нового, но он будет поддерживать старое. А если старое приносит деньги, то он будет все-таки его, как бы ему не хотелось, но дорабатывать, развивать. И если что-то, авария случится, ему нужно будет срочно это восстановить. Соответственно, поехали. Значит, техническая поддержка сайта. Как зарабатывать? На самом деле все очень легко. Но эту фразу вы скажете где-нибудь тоже на докладе, когда все это прохавайте. Когда все это простроите, о чем я расскажу ниже. И, соответственно, кратенько пробегусь. Первое – это создать проект, который посвящен именно техподдержке сайтов. Заметьте, страничка в рамках сайта не бьет. Следующее, что нужно сделать, это внедрить систему качества и гарантировать частоту кода. Там не частоты, понятно, а частоты. Вы не обращайте внимания. Внедрите SLA. Соответственно, если у вас это есть, вы мега крутая компания. Если нет, то это кровь и слезы. Дальше. Сделать нужно удобный инструмент для работы с клиентами. Особое внимание расскажу. Нужен биллинг. Почему? И, соответственно, сделать стоимость часа не менее 1000 рублей. Если вы сделаете все, о чем я буду говорить, то это понимание придет само собой. Так, ну и бонус. Я расскажу, как продавать. Важная тема, как это все масштабировать. То есть, почему это действительно круто. И почему стоит бросить все остальное, как вариант. Соответственно, разговариваем о проекте, посвященном техподдержке. Просто страничка на сайте не бьет. Почему? Потому что, когда потенциальный заказчик зайдет туда, у вас на главной странице будет портфолио пара работ, братская могила ваших услуг от хостинга сайтов до копирайтинга, и какие-нибудь три ачивочки, что вы золотой партнер Bittrex, что вы партнер Rusonics и то, что вы участник какой-нибудь выставки инновации 2012. Соответственно, все. Другие ценности в технической поддержке, но об этом чуть-чуть позже расскажу. Что делать? Делать лендинг. У нас вообще сейчас эпоха лендингов. Мне очень понравилось высказывание одного из нашего клиента. Он сказал, почему лендинги рулят? Потому что лендинг – это самая вкусная пища для ума менеджера среднего звена. Ему не надо нажимать кнопки, ему выжимкой дают все, что нужно, все самое главное, все конкретное, и он просто эту ссылку пересылает начальству. Они это очень любят. Ну и, соответственно, у нас бум лендингов, вещь эта хорошая. Давайте сделаем лендинг. После того, как мы сделаем лендинг, нам необходимо… Ну, мы приведем мозги свои в порядок тоже. Как только мы приведем свои мозги, сразу будет понятно, как рекламировать, какой должен быть маркетинг и т.д. и т.п. Поэтому на этом я не буду заострять внимание. Но самое важное, что нужно отрекламировать те ценности, которые важны для технической поддержки. Например, мы рекламируем то, что у нас маленькое время реакции на тот или иной тикет. Мы не… ну, даем гарантию, что мы ничего не сломаем, и то, что у нас нет обязательных платежей. Вы можете какие-то другие вещи там рекламировать. То есть здесь вопросов никаких. Ну и теперь самая мякотка. Это система качества. Когда к вам приходит клиент, у него уже готовый интернет-магазин. Это готовый продукт. У него с вами нет усталости отношений. Он еще вам не проел мозги. Вы еще к нему добродушно относитесь. И вообще все хорошо. И самое главное, что у него есть проект, который не нужно рисовать, проектировать, тратить тонны времени. А он уже есть. Вот он. И он говорит, ребята, вы для меня панацея. Я вас нашел. Давайте, хочу развивать у вас. У меня куча хотелок. Все готов сделать. Как не испортить с ним отношения? Как действительно сделать это нормально и хорошо? Для этого мы вводим систему качества. Еще мы вводим ее для чего? Для того, чтобы… Я, например, авиаперевозчиков, дискаунтеров приведу. У них ситуация такая. У них одни и те же самолеты. Одни и те же самолеты, чтобы их пилоты в любой момент времени могли сесть в любой самолет и полететь в любое направление. То же самое. Система качества – это одни и те же рельсы для всех проектов. Как вы все проекты переставите на вот эти одни и те же рельсы. Соответственно, любой программист может к любому проекту в любом момент времени приступить и что-то по нему сделать. Что-то еще важное, мне кажется, хотел сказать, но забыл. Дальше. Что еще в системе качества важное? Важное – это работать с одной CMS-системой. И прокачивать скиллы в ней. Для меня вообще загадка студии, которые делают на всем. Или студии, которые заявляют 3-4 системы. Как они становятся профессионалами во всех, я не знаю. Мы в Битриксе не успеваем изучить все. Нам какой-нибудь вопрос по форуму или тестированию задает. Мы лезем читать мануалы. Мы не помним, мы не знаем, мы не работали с этими компонентами. То есть, если все время тратить на только обучение и повышение квалификации, то вопрос, когда работать и зарабатывать деньги. Определитесь с одной CMS. В нашем с вами случае это Битрикс, понятное дело. И, соответственно, прокачивайте скиллы в Битриксе. Это очень клево и замечательно. И еще такой момент. Мы переходим к правильной работе с Битриксом. А момент следующий. Что вообще это основа основ, да? То есть наша система качества. Но еще эта фишка даст вам клевый микроклимат в команде. Почему? Потому что когда вы внедрите ему качество, и ребята действительно программисты начнут работать круто, и когда к вам придет новый интернет-магазин на поддержку, то начнется крутая штука. Они будут смотреть и говорить, боже мой, да это же фабрика по производству костылей. Да е-мое, как так можно было все верстать? И у них от этого ЧСВ повышается. А это круто. Они немножечко погордились собой. И давайте работать дальше. Хороший микроклимат. Они это дело любят. И настроив их на правильную работу с битриксом, вы поддерживаете это их состояние всегда. Так вот, я прям зачитаю, на что мы предлагаем. С чего начать? На что обратить внимание? Максимально использовать возможности битрикс. Никакого творчества, пока внутренний функционал позволяет решать задачу. Никаких костылей. Никаких прямых запросов в БД, в базу данных. Работа только через API. Документируйте код. Комментарии очень важны. При приемке выявляйте все самописные компоненты. И по возможности переводите на стандартные. Иначе столько будет проблем. Особенно если самописные коды, каталог, корзина, компоненты, каталог, корзина и так далее. Это с чего начать? Потом вы будете всю эту систему качества развивать, дополнять, дополнять, дополнять. И все будет хорошо и замечательно. SLA. Соответственно, если вы уже работаете с этим, то есть у вас есть документ, по которому вы все это делаете. Вы уже крутая компания. Вы уже впереди очень много, если не всех. Про всех не будем говорить, но впереди очень многих. Соответственно, если нет, надо ее внедрить. Какие наши рекомендации? Что нужно прописать? Гарантию чистого кода, стабильную работу без сбоев, регламент, время реакции, штрафы, время исполнения бага. Ну и в конце концов мы вводим, чтобы просто не продавать клиенту отстой. Это важно. Ну и, соответственно, проверяйте за собой. Потому что хуже всего ситуация бывает, когда вы заявляете, все, в тикете пишите, все готово. Клиент говорит, нет, я вот попробовал сделать данный товар новинкой, и он у меня в новинках не отобразился. Вроде мелочь, там просто что-то забыли, но 100 таких мелочей, последняя мелочь будет критическая, накопится усталость, он уйдет. Поэтому отдел проверки качества, но он нужен. Тяжело, может быть, в последнюю очередь, но нужен. Вот это было самое главное. Это то, что кровь, пот и слезы. Потому что декларировать это легко, следовать этому гораздо тяжелее. Дальше. Дальше расскажу об удобном инструменте работы с клиентами. Модуль техподдержки. Мы на модуль техподдержки себе эту систему сделали. Расскажу о ней поподробнее. Мы здесь ведем всю работу, то есть туда пишут все наши клиенты, вообще все-все-все-все-все. И в ней работают все-все-все-все-все программисты, которые у нас работают в технической поддержке. Самое важное это система биллинга. Клиенты разные. С некоторыми мы работаем по… То есть они выгребают какое-то количество часов за час. Потом мы их считаем и говорим, с вас столько-то денег. Некоторые, наоборот, хотят кинуть на счет десяточку и смотреть, как потихонечку она уходит, 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 уходит. Ему нужна гарантия того. Он почему-то считает, что только через деньги он добьется максимально быстрой реакции. То есть когда мы знаем, что деньги уже за это заплачены, мы будем это делать быстрее. Третий пул клиентов, которые обращаются шесть раз в год и каждый раз закрывают сразу всеми документами, чтобы за ним ничего не числилось, ничего не висело. Введите учет часов прямо в тикете, комментируйте. Очень круто это работает в задачах. Вот в корпортале, там вот внизу, помимо чатика комментариев, еще есть вкладочка истории изменений и вкладочка количества затраченных часов с комментариями. Шикарно. Прямо копируйте и перебрасывайте в модуль технической поддержки. Это действительно очень круто, учет вот такой часов. Как только мы ввели вот эту систему биллинга, все, у нас менеджер зашивался в конце месяца. Он не мог свести дебет с кредитом, что-то забывалось. Потом все это клиент говорил, ой, вот эти два часа, вы же тут, а почему вы нам их набросили? Это был такой геморрой. Соответственно, сейчас система биллинга, в которой учитываются все часы, которые вы потратили на клиента, проблем вообще никаких. Они все видят. Если вдруг по какому-то часу возникает какая-то проблема, они нам сразу об этом говорят. Дальше. Нужны адекватные старшие и правильное распределение ролей. О ролях я скажу чуть позже. Роль такая. Есть адекватные старшие, один или несколько, которые принимают тикеты эти сначала себе и потом раскидывает и замыкает клиента на конечном исполнителе. Почему именно такая модель выбрана, я расскажу, когда буду рассказывать про масштабирование. А пока хочу сказать, что должен быть адекватный этот человек. То есть он, может быть, сам должен что-то отсеивать, он должен знать кому, когда, знать заполненность и так далее и тому подобное. Но это я опять же расскажу при масштабируемости. Воспитывать своих клиентов. Поначалу их всех засунуть в техническую поддержку очень сложно. Они любят звонить по телефону, они любят писать письма. Но когда у них пройдет эта ломка, им станет хорошо и приятно. Потому что не будет теперь теряться, ой, и вот такого, что ой, а по телефону вы говорили одно, ой, а вот тут мы не учли. И вы не будете искать всю переписку за месяц, что оказывается вы им писали в письме про то, что вы это не сделаете или вы возьмете за это столько, сколько они заплатили за разработку всего предыдущего интернет-магазина. Все это теперь в тикетах. Он все видит, он все знает, он все понимает. Ничего, все там. От и до все там. Ну, соответственно, телефон вы уже по желанию сами там или для випов, или для специальных этих, не знаю. Делайте красиво. Сделайте какую-нибудь красивую систему, чтобы им было приятно работать, как в свое время Bittrex сделал красивую админку. В ней стало приятнее работать. Это вот корпортал особенно касается, да, и прям захотелось там все это делать. То же самое. Придумайте красиво. Мы вот использовали сейчас модный материальный дизайн, все дела туда-сюда. У нас дизайнер прям вообще весь из себя все это делает, ему нравится. Ну и будьте няшками. Никогда не грубите. Всегда наберитесь терпения. Клиент, будьте готовы писать тонны текста, объясняя, почему вы будете брать за вроде, казалось бы, какую-то фигню. 35 часов у вас приблизительная оценка. Все это надо объяснять. Клиенты слепые котята. Вы единственные. Вы единственная нормальная компания, которой мы можем им помочь. Вы всегда с этой мыслью с ними общаетесь, что они вам приходят не просто так, а потому что вы крутые. Стоимость часа. Почему не меньше тысячи рублей? Потому что, сделав то, о чем я сказал, выше, выпив кровь у всех своих подчиненных, вы начнете ценить свой труд. Когда вы начинаете ценить свой труд, вы понимаете, что он не может стоить меньше тысячи. И, в принципе, тысячи – это, наверное, не самая правильная оценка. Соответственно, при ценообразовании это надо учитывать. Делайте скидки. Делайте скидки, когда клиент выгребает много часов. Просто так не делать скидки. Сотенка есть часов. Все отлично. Вот тебе 10% или 20%, как хотите. То есть это будет правильно. Объем, да, понятно. Выше объем, меньше этих выгребает. За месяц 300 часов, и вы закрываете, у вас есть ресурс. Вообще круто. Опять же, еще раз повторяю, что таких компаний хороших, их очень мало. И у них не может час стоить мало. Если вы крутая компания, а вы крутая компания, вы у себя внедрили все вот это, вы все это знаете, вы вообще просто отдупляете, что делаете, это важно, то вы входите в очень маленький топ на фоне всех-всех-всех-всех-всех разработчиков, которые так или иначе касаются рынка России. Соответственно, учтите и это. И берегите клиентов. Чем дольше клиент с вами, чем lifetime value у него больше, тем, соответственно, вам хорошо от этого и приятно. Теперь, что касается… Секретики закончились. Теперь, что касается того, о чем я говорил, бонус. Как продавать? Рекламы в интернете, в принципе, зачастую достаточно. Рекламы в интернете плюс рекомендации и все. Статистику в Яндекс введите, то есть через… Прошерстите, сколько запросов тех или иных связанных всех поддержки, битрикс и прочую-прочую, увидите, что их более чем. Еще учтите, знаете, какие-нибудь смежные отрасли. Вот у нас, например, очень высокая экспертиза в интеграции. И, соответственно, продуктов 1С и 1С битрикс. Соответственно, через вот эту тему мы себе потянули вообще очень много интернет-магазинов. Потому что здесь дыра. Консалтинг, никто не отказывает. 1С вообще боятся, как они открещиваются. А мы 1С и битрикс знаем одинаково хорошо. Оттуда вот из таких смежных областей. Вчера вот только говорили тоже про вот эту вот скорость сайта. Вообще все сейчас сделается для того, чтобы скорость сайта была выше. Занимайте эту нишу. То есть делайте какой-нибудь крутой заголовок. Почему вы сделаете скорость сайта? Из-за чего? Ну, то есть что-то с этим связано. Потому что я присутствовал на докладах. И хочу сказать, что это такой труд вообще. То есть вот это все. Ну, в общем, короче, есть смысл занять эту нишу, этим заниматься. Шерстите площадочки. Шерстите площадочки. То есть те же вот битрикс, да, приходит вам вот эта вот пелена тендеров. Тру-ру-ру, дофига вот этого всего. Ну, не реагируйте никак на создание. Вам это не нужно. Но тут приходит одна из двух тысяч заявка, что требуется техническая поддержка интернет-магазина. И вот тут, в отличие от всех остальных, которые говорят, да, мы крутая компания из топ-40 золотых партнеров, и мы будем круто поддерживать ваш сайт, вы одни из немногих, кто специализируется на этом. И дав ссылку, и отослав ему коммерческие предложения, вы именно галочками пометьте, что для него действительно важно, да, там реакция на время и так далее и тому подобное. Ну и попробуйте замутить стопами. У нас был с Engate, я думаю, ну, наверное, слышали, это компания, которая продвигает сайты. И вот она давала свои сайты, которые нужно что-то подделать на битриксе нам. Это одни из самых тяжелых сайтов, потому что программисты, которые работают в SEO-компаниях, даже в крупных, они работают с 40 админками. Они не будут ни о чем думать, они костыль влепят, готово, SEO-шник доволен, свободно. Поэтому те проекты, которые мы получали, они были настолько изгажены, что работать было с ними тяжело. И удовольствие не получили ни мы, ни они. И более того, мы умничать начали. Мы говорим, ну как так, надо по-другому, давайте переделаем, вам в будущем будет легче это поддерживать. А на самом деле, это нафиг не надо, они же продвигают сайты, это не конечный клиент. Попробуйте замутить кем-нибудь стопами, у которых стоимость сейчас, например, 2000, которые крутые ребята, у которых такие же, вот вы на одном языке говорите, у вас SLI введен, и у него тоже, и вы понимаете друг друга с полуслова. И тогда он вас будет заваливать очень нифигово, потому что хороших продакшн-команд единицы. Масштабирование. Важная тема, почему? Потому что нам нужно масштабировать наш бизнес, чтобы зарабатывать нормально, а не просто на пивко. Нам нужно его увеличивать. И нам нужно добиться того, чтобы с увеличением штата программистов, работников техподдержки, мы не увеличивали издержки на менеджмент, на руководителей и прочее, прочее, прочее. Поэтому такая модель предлагаю. Что все тики... То есть главное в этом, что не менеджер общается с заказчиком через техподдержку, а конечный исполнитель. То есть менеджер не является передатчиком. Он получает тикет, направляет его на кого-то, при этом он все смотрит, фигурирует. У него там диаграмма ГАНД, все дела туда-сюда. То есть есть что перебросит, если что встрянет в разговоры, т.д. и т.п. Но он распределитель ресурсов. Он перекидывает все вот эти тикеты, которые приходят, то одни, то вторым, то третьим, то четвертым, то пятым. Он держит руку на пулсе. Он делает так, чтобы не... Как бы это сказать? Не перегрева не было и простой не было. Вот при такой модели, когда клиент замыкается на конечного исполнителя, ее легко масштабировать. У вас 2-3 руководителя, а может быть даже один, сможет обслуживать очень много интернет-магазинов. Вот прям при этой, прям очень много. Минимизируем издержки. Мы предлагаем отказаться от создания сайтов. Оставьте это тем, у кого действительно в этом компетенция, ну просто нереальная. Уберите проектов. Они пока напишут ТЗ и спрототипируют в экшури сайт. Вообще проходит 3 месяца, наверное, потому что они начинают прототипы придираться чуть ли не как дизайн. То есть экономьте и время, и деньги. И вообще этот этап не делайте, увольте. Уберите, наверное, кого еще? дизайнеров. Ну, то есть вам не нужно теперь. Вы поддерживаете. Ну, можно на фрилансе, можно оставить одного, потому что вам уже не нужно будет рисовать крутые дизайны. Вам нужно будет баннер, может быть, воткнуть. Это максимум. И, соответственно, увольняйте отдел продаж. Он тоже не нужен. То есть потому что вы будете прекрасно все находить в интернете, сами общаться, заражать своей харизмой, показывать свое качество. Вам не нужны активные продавцы, которыми, ну, вы представляете, что такое, какой-нибудь отдел продаж, который будет звонить или рассылать письма, здравствуйте, давайте мы возьмем ваш сайт на техподдержку и прочее, прочее. То есть нет. То есть не надо. Экономьте на этом. Все вот это уберете, и у вас будет в месяц, ну, не знаю, тысячи там по 300 легко оставаться уже на себя. Это здорово. Я так считаю. Это наш котейка офисный. Он грустный. Почему? Потому что все так круто, но возникает момент, что у вас же амбиции, вам же хочется признания, а в этом бизнесе его не получите. Вы не сделаете что-то такое, что все скажут, вау, да, это та крутая компания, все туда. Вы не, это не стартап, это ничего, это просто техподдержка. Это вот, ну, вот как у вас в офисе там интернет проведут, и вы же не видите, как его поддерживают. Может этого начать не хватить, да, то есть будет грустно, и однажды вам, может, станет так грустно, как нашему офисному котейке. Но ложка дегтя, ой, бочка меда уже, ложка дегтя говорю. Это инструмент для зарабатывания денег. Как инвестировать эти деньги и куда, вы решите только сами. Пробуйте сделать, как мы, да, то есть я увлекся стартапами, попал на Яндекс, привлек денежку из фри, и понял, что это круто. Стартапы, все дела туда-сюда. Мы сейчас мутим стартап по интеграции такой. Нам, кстати, очень нужны будут подрядчики, которых мы постараемся обеспечивать лидами за счет этого. Но нужны хорошие подрядчики, поэтому если вдруг вы круто интегрируете и прочее, 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 прям вообще пишите. А можно просто потратить деньги на путешествия, на концерты, на красивые вещи, на женщин, на алкоголь. В общем, все, что подарит вам хорошие эмоции. И вы будете счастливой, самодостаточной, реализовавшейся реководитель успешной региональной компании. Наверное, все. Спасибо. А я вот не понял, про абонентку-то что? Абонентку выставлять и как? Или просто по фактическим тикетам? Чего? Абонентка, это когда платят ежемесячно… Не-не-не, у нас нет абонентской платы. Только за часы потраченные. То есть у вас может возникнуть клиент, который скажет, зайдите, посмотрите, почините, а потом он через полгода опять может нарисоваться. Есть такие. Но таких очень мало. Ну, когда интернет-магазин живой продает всегда денег, не бывает такого, что он раз в полгода попросит. У него интернет-магазин к этому времени, если он растет, он будет разваливаться. Не, я не спорю. Просто, ну вот смотри, а у тебя в динэсовском бизнесе разве не процветала абонентка, может быть, когда-то? Не, никогда. Не, ну была, конечно, когда мы были в 2008 году. Не, фигня. Фигня, да? Конечно. А знаешь почему? Потому что клево, когда он заплатит 5000 рублей и ничего не попросит сделать. Но иногда он вынесет так мозг, что 100 часов потрачешь на переработку его каталога. Все понял. А когда скажешь, ну, а он… Николай, такой вопрос, связанный с планированием работы. Если нету постоянных платежей, которые в абонентской платы включены, и, соответственно, не понимаешь, сколько у тебя часов в работе должно быть, то как можно гарантировать очень быстрый отвлек? Если, например, на этой неделе, там, условно говоря, там 100 задач, на следующей их нету. Вот это мне непонятно, разрывает здесь. В общем, это, о чем я не сказал. Ну, это вообще на самом деле вопрос из чуть-чуть другой отрасли. То есть отрасли в какой момент ресурс добывать и как добиться того, чтобы он никогда… Ну, всегда была задача на 100 часов вперед. На 100 часов тоже не будет, но вам нужно брать критическую массу. Для нас это было где-то порядка 40 активных пользователей, когда уже вопрос не стоит о том, что у нас получится так, что у нас будет вся неделя свободна или там что-то еще. Как только мы видим, что мы не можем дать отклик за заявленное время, то, значит, нужно подтягивать ресурс. Как его подтягивать? Это другая тяжелая дискуссия вне рамках вот этого. Простой пример там, да? Да. Есть, условно говоря, 4 разработчика, которые на техподдержке. Да. Соответственно, прилетает новая задача, новая, новая, новая. Да. И она остается в очередь. Невозможно же каким-то образом подвинуть. Ну, если у вас 4 программиста, да, то есть 4 программиста – это 40 часов в неделю, 160 в месяц, грубо, да? Там сколько на 4 умножаем? 400 и 6. То есть 640 часов. Если у вас задача на 640 часов стоит, и вы не успеете… Ну, на 640 в месяц вы выгребаете все это время, и, соответственно, у вас это уже 640 тысяч капнуло на счет, то у вас не должен быть вопрос, а как так получится, что следующую неделю они ничего не будут делать? Вам сейчас должно… Как вам быстрее 5-го, 6-го, 7-го, и чтобы они быстрее по вот этой системе нормально заработали? Немножко не о том вопрос. Вопрос… О чем вопрос? В том, что поступают задачи… Так. Принята задача, условно говоря, опять-таки, на 40 часов на одного разработчика. Одна задача? В начале недели. Выпал, выпал один, да. И на всех уже распределили на целую неделю вперед задачи. И вот тут поступает задача, и вы говорите, что скорость 100 леков 15 минут. Вот как вы эту задачу решаете? Я не понимаю. Если вопрос про скорость отклика, менеджер всегда может откликнуться за заявленную отклика, может задать дополнительные вопросы. Он может двое суток плавно более-менее выяснять и оттягивать момент, когда это нужно сделать. Если у вас действительно такая ситуация. Но вы ее стараетесь не допускать. То есть если я говорю, у вас получается, что все 4 программиста расписаны, а про отклик вешайте его на старшего. Пусть он что-нибудь придумает. Ладно, в перерыве подойду лучше. Чего? Ну да. Вот про масштабирование. У вас программист с клиентом общается. Да. То есть вы учите программистов общаться. А зачем? То есть популярными будут те, кто хорошо общается, экстраверты, грубо говоря. Программисты общаются нормально в рамках задачи. Каждая задача, на самом деле даже задача с каком-нибудь… Ну у вас не будет задачи, если вы поддерживаете интернет-магазин. У вас не будет задачи там какой-нибудь очень глобальной вещи сделать. Ну или если они будут об этом отдельно. 80% задач из них 90% – это мелкие задачи, которые понятны программисту. И он может написать, для того, чтобы ее решить, мне требуется вот такая дополнительная информация, или может написать «Готово, все». Ситуация. Интернет-магазин обращается, ему говорят, ваш программист занят. А он говорит, а я хочу только с этим программистом общаться. Он знает мой проект и все. Это SLA. Пропишите эти вещи, что не будет прикованного. То есть может в любой момент времени качество одинаково хорошее. А вот чтобы это было качество одинаково хорошее, это уже тяжелее. На практике было такое, что клиент просит конкретного программиста? Нет, он их не знает. У нас псевдонимы. Я, например, в технической поддержке Сергей Семак, а я Николай Елатонцев. А у нас еще есть Киржаков, Бондарчук и Елизавета Боярская. Спасибо. Добрый день. Расскажите подробнее про систему тикетов. На чем она у вас работает? Мода техподдержки Битрикса. Вот прям с дефолтным функционалом просто шкуру начнули. Нет, допиливали его. Конечно, биллинг весь сделали. Ну и вас устраивает? Потому что мы пробовали, не понравилось совсем. Вообще все круто. Более того, я хочу сказать, что мы будем в маркетплейсе скоро выкладывать. То есть если не хочется париться, то есть, ну или обращайтесь мы вам ее в сыром виде, ну коды, или ждите, пока она в маркетплейсе, нажмете, все установится, будет так же красиво. Хорошо, спасибо. А так вот именно по поводу того, там, блин, все круто. Спасибо. Николай, здравствуйте. Такой вопрос. Вот вы в своей презентации предлагаете отказаться в принципе от… Я не слышу вас. В своей презентации рекомендуете отказаться от разработки сайтов и уволить дизайнеров. Вы на своем студии это практикуете? Смотрите, какая тема. Видите, сколько проектов? Раньше это все была одна студия, теперь все это отдельные проекты с отдельными людьми. То есть, например, я тоже могу круто прочитать про то, что продавайте готовые решения, потому что у нас есть GK Store, который это делает. И вот в рамках вот этого готового одного проекта, GK Help, который у нас назван, я в рамках него и рассказывал. Да, то есть для него он считает, как отдельное, может даже его на отдельное юрлицо вынести, если вам это понадобится. То этот отдел функционирует именно в этих условиях. Ну и, кстати, из чего мы разработали за последний год полтора проекта. Полтора проекта, то есть в рамках другой… Ну, в рамках WebGK, да. У нас прям одна разработка, мы прям вложились в нее и все, и весь год ее делали. Не знаю, неинтересно, тяжелые деньги. Или нужно искать, чтобы стоимость часа была тысячи две, тогда приятно работать. Прям приятно думать, креативить, фигарить и т.д. и т.п. Какую вы систему мониторинга используете? Система чего? Мониторинга. У вас 75 проектов, которые в какой-то момент времени могут отвалиться. Вы это отслеживаете? Вы отслеживаете доступность сайта вашего клиента? У нас, да, мы запартнерились с… ну, хостеры, кто наши, они админят наш сервер. Все, кто у нас на серваке, а так получилось, что они переходят к нам, потому что интеграция часто не вывозит обычные хостинги, то там все это расставлено. А что касается остальных этих, как ее… Вот там проект есть на таймвейбе, там где-то еще, где-то еще, где-то еще, то мы можем, конечно, подключить к своей системе, но вообще, честно, работоспособность не мониторим по чесноку всех проектов. Пока, наверное. И вот почасовая у вас история, она вообще в какие деньги средние выливается по одному из проектов? Вот вы говорите, вы набрали в этом критическую массу 40 проектов. По среднему чеку это сколько? В часах. 50 тысяч в месяц один интернет-магазин прекрасно закрывает при стоимости часа в тысячу. Ну, мы говорим опять же о живых проектах, это очень важно. То есть тем проектам, которым постоянно что-то нужно. Потому что если им ничего не нужно, они такой, средненький. Спасибо. Коллеги, последний вопрос, и тогда переходим к следующему выступлению. Прошу прощения, я сначала не присутствовал. У вас какие специалисты работают? То есть программисты, копирайтеры? Программинг, верстка, программисты, собственно, все делают. Да, программисты, все. В техподдержке работают только программисты и менеджеры. Основная работа, то есть 80% работы занимает это программирование, либо работа с контентом, наполнение, что это? Я вас не услышал. Ну, основную работу, что делают ваши специалисты именно по поддержке? Решают вопросы клиентов. Они связаны с кастомизацией, с исправлением ошибок. Если не идет выгрузка, если почему-то что-то случилось, то что заказ не ушел в техподдержку, нарисовать новые баннеры. Такие тоже задачи есть. Это единственное, почему на них обратил внимание. Они не касаются именно наших специалистов. Потом что еще мы делаем? Установить пару решений из маркетплейса и интегрировать их. Опять же сделать новую службу оплаты и прочее, прочее, прочее. Вот какие-то такие задачи. А такие муторные задачи по наполнению, по изменению целей? Мало. Мало. И мы, если честно, от них потихоньку отказываемся. Потому что, ну да, у нас есть один контент менеджер, который, ну у него час дешевле, 600 рублей час контент менеджера. Ну, не знаю. Что-то у нас с контентом не получается. Потому что клиент, когда просит что-то заполнить, он фигов к этому относится. Он вышит вам ворд, разбирайтесь. И когда начнешь все это разбираться и говорить, блин, у вас в дизайне новости фотка должна быть, а вы мне прислали список в ворде без даты, 13 новостей. Что делать? И начинаются вопросы. Блин, ну решите что-нибудь. Ну, вы же техподдержка. Поддержите меня в этом. То есть вообще какая-то гнилая вещь это вот на самом деле, когда нужно что-то по контенту помогать. Если этот клиент сам не хочет делать, что-то не то. Понятно. Спасибо. Ну, смотрите, это давайте я вам буду просить писать тексты и размещать их для моего проекта GK Help. Отлично. Вы это выставите. Но вопрос, а напишите ли вы так, как я хочу? А сделаете ли вы так аккуратно, как я отношусь к тексту на именно своем проекте, на своем сайте? Я просто про то, что если клиент вообще это начинает на аутсорс давать, а не делает сам, это неправильно. Ну, это всего лишь моя мысль. То есть, да на здоровье, ну как так? Я говорю, это то же самое, что вы, например, отдаете кому-нибудь на аутсорс, чтобы ваш сайт заполняли. Ну нет, вы, да даже хорошо, давайте мы будем это делать за 100 рублей в час. Вы скажете, не, не надо. Не, не, не. Друзья, у нас время уже вышло. Давайте все вопросы спикеру в кулуарах. Подходите обязательно по поводу интеграции, если вообще будет круто.